итак друзья всем привет с вами георгий канал deadline.ru и да да именно он именно и он друзья по вашим многочисленным просто бесчисленным просьбам несмотря на то что я уже говорил что я не знаю что вам рассказывать еще по иону поскольку все что знал я вам уже давным-давно рассказал хай контент мне показывать не на ком потому что у меня нет персонажей которые могут туда добраться нет времени чтобы раскачивать на хай-левелах выше 65 до играем кстати с вами на русском официальном сервере ru.forgame.com slash ion slash как обычно я играю только на официальных серваках стараюсь по крайней мере а в нашем случае что вам рассказывать я понятия не имею но поскольку вы очень активно просили и как я понял вам просто нравится что ли когда мы с вами делаем летсплей просто по иона просто бегом раскачиваем все обсуждаем что-то то есть что-нибудь что называется что вижу то пою давайте тогда так и сделаем у нас с вами будут ролики по иона выходить эпизодически говорю сразу потому что остальные проекты остаются в приоритете но тем не менее скажем будем иногда разбавлять раскачкой раскачивать мы с вами будем по вашим же просьбам просили сделать осмодиан сделаем осмодианского персонажа не на этом сервере на другом специально я для этих съемок завел новый аккаунт чтобы у меня скажем персонажей было мало здесь об этом персонажа сейчас расскажу немножко значит будем делать съемку на осмодианах класс у нас с вами будет класс бард я возьму и буду раскачивать его потому что его конкретно я от первого до последнего уровня скажем так раскачку еще не делал раскачиваться им достаточно просто а сегодня я вас ответственно перед тем как мы с вами начнем давайте вам расскажу о том что вот это за персонаж такой 65 одеты достаточно неслабо и так персонаж этот называется ну зовут его отхилку хотел через а в конце но такой персонаж уже на этом сервере есть поэтому пришлось назвать отхилку это целитель 65 давайте собственно им и зайдем в игру это так называемый персонаж аватар сейчас проводится ивент благодарю подписчиков кто мне написал об этом в комментах но на самом деле да я об этом знал то есть я успела создать этот персонаж вчера что ли я его сделал вчера же скачал игру вот такая вот замечательная красавица девушку на с вами с длинными золотистыми волосами зелеными глазками миловидная ну в общем все очень красиво а что это за персонажи такие аватары это ивент который идет по моему до 4 июля примерно можете посмотреть на официальном сайте опять же фогейм что он себя представляет вы сможете на своем аккаунте создать на аккаунте еще раз подчеркиваю не на сервере а на аккаунте конкретном аккаунте вы сможете создать только одного персонажа аватара персонаж аватар создается сразу 65 уровня собственно вот у меня и получилось поэтому хил 65 то есть вы можете выбрать любой класс который хотите но только один и только один раз то есть как только вы создали такого персонажа даже если вы его удалите то снова создать персонажа аватара вы уже не сможете поэтому аккуратней с этим создали и все от кого создали с тем что называется и будете бегать в моем случае поскольку на мой взгляд наиболее сложная раскачка это хилл в игре но одна из самых сложных да там еще танк не менее сложно в принципе и хилл в том числе очень сильно зависит своего шмота особенно на хай лобалах поэтому я сделал именно хила причем со шмотом прошлом час отдельно со шмотом который именно на силу или не рассчитан то есть поясняю чуть более подробно когда вы создаете персонажа аватар вы выбираете ему класс нам немножко другой интерфейс создания персонажа показать к сожалению не могу но там ничего сложного на самом деле как обычный интерфейс создания персонажа с выбором класса только вы выбираете не только первоначальный класс а еще сразу и конечный класс которым будет обладать ваш персонаж соответственно кроме всего прочего когда вы его создали у вас автоматически в инвентаре появляется туча дополнительных вещей которые вам выдаются дико дисбалансные штуковины вот я конечно понимаю что иного старается всеми силами вытянуть и деньги и скажем так из игроков и вернуть игроков на сервера которых уже осталось всего три и все они практически ну в целом пустую тут будем откровенны потому что всегда практически свободно все сервера мало достаточно людей ну что и неудивительно тем не менее народ периодически возвращается поэтому они стараются как привлечь они выдают вот на этого персонажа аватара мало того что он 65 уровня так они еще и выдали сразу же шмот вот такой вот я сейчас покажу что это за шмот это топ шмот причем достаточно мощный короче говоря шмот причем сразу заточены целиком на плюс 15 то есть то чего в принципе своими силами добиться было бы достаточно дорого или достаточно просто сложно вам выдаются на самом деле вот такие сундучки вот подобного же плана только они скажем так мифические да это мифическое снаряжение вы можете выбрать из него любые то успехи любое оружие все что хотите но если вам нужно два оружия то есть например вот как в случае хила это либо посох до либо щит с булавой то сундучка на оружие у вас всего два то есть вы можете взять либо один посох там и например один щит или один посох одну булаву или булаву и щит я соответственно выбрал булаву и щит с тем чтобы максимизировать силу исцеления для моего хила ну и имя мне кажется хорошее давайте посмотрим на сам шмот что он из себя представляет то есть это то чего я самостоятельно руками собирал бы наверное ну очень долго или скорее всего просто не собрал бы смотрим внимательно а ликование лорда балауров плюс 15 опять же о чем я вам и говорил да то есть это с естественно силой исцеления до посох щит огонь и лорда балауров опять же с силой исцеления и с минусом к агрессии далее полный шмот лорда балауров и командира сауру то есть это или сауру кому как больше нравится то есть это полная бижутерия надета шмот весь заточен на плюс 15 вот кроме собственно бижутерии да то есть ювелирка не заточена не шлем не бижа соответственно а ведь шмот он именно на плюс 15 оружия на плюс 15 щит на плюс 15 то есть это то что в принципе собрать самостоятельно но крайне сложно это очень дорого если вы это заряло делать не дай бог или если вы это делаете самостоятельно то это очень долг долго нудно муторно и так далее а соответственно вот этим действием то есть выдав на одного персонажа все вот эти элементы, плюс вот еще, вы видите, куча всего валяется, да, дополнительно, все это выдали, и таким образом нивелировали все усилия игроков, которые, может быть, зарабатывали эти штуковины вот в такой же шмот, допустим, своими собственными усилиями, то есть потратили на это может быть месяцы, может быть годы, я не знаю, кого как, или просто тучу денег, а тут, собственно, всем вот так вот раз, и сразу выдали необходимые шмотки. Ну, вот как-то так. Это способ, что называется, привлечь новых игроков в игру, да, то есть даже я зашел, увидев, что можно создать такого персонажа, я не стал терять этот шанс. Пусть будет, что называется. На основном своем аккаунте, кстати, я провафлил уже создание Аватара, я его создал, потом, не прочитав новость, удалил его, решил создать другой класс и обломался. Поэтому на основном аккаунте у меня Аватара нет. Итак, вот такое снаряжение, друзья, вот такой набор истигм здесь изначально выдают, они, кстати, ну, скажем так, не самые крутые, то есть здесь, допустим, стигмы на раскачку, не, в основном, не на отхил, то есть мне, например, святая энергия, это не отхиливание, насколько я помню, да, это атакующий стигм. То есть здесь набор атакующих стигм, единственная вот эта стигма спасительной длани, она более-менее отхиловская, все остальное это атакующие, то есть отхиливающих стигм нет. Денег не дают, то есть тысяча кинар у нас с вами здесь есть, но есть вот такие, скажем так, сделки всякие, свитки, кстати, достаточно мощные, универсальные телепорты, скоростной погатти на 7 дней перемещения, да, свитк перерождения, ивент защиты мастера стигм действует на всех пользователей, которые сейчас находятся в игре. Ну, какой-то еще ивент, в общем, эмбриончик Рудро, тут у нас с вами свитк перерождения, сияющими точками со свитками, это вот у нас с ежедневного получения, и тут что-то еще даже раздают, это что такое, улучшение миньона, опять же, друзья, играем на русском официальном сервере, здесь, ну, ой, меня, господи, здесь обновление точкой 5.6 установлено сейчас, я понятия не имею, что в игре за это время произошло, реально, не знаю, просто не знаю, и в игре я на самом деле уже все перезабыл, все навыки раскиданы за меня, то есть они созданы автоматически, так как их разработчики решили расставить, все это будем переделать, потом, пока что, хилом этим я играть не буду, потому что прежде, чем им играть, нужно научиться играть хилом обратно, точнее, вспомнить, как это делается, я все это, естественно, забыл, поэтому надо будет вспоминать, и для этого нужно раскачивать нового хила, в общем, это надолго, но как персонажа его нужно было завести, параметр достаточно хороший у него сейчас, естественно, потому что при таком-то шмоте еще бы. Немножко, кстати, у нас с вами уже пересобрали Элизиум, он немножко по-другому выглядит. Рея изначально стояла вот там внизу, сейчас она стоит здесь. Перенесли, наконец-то, кибелиск вот сюда, к центру, да, то есть ко входу в Элизиум. Наконец-то свершилось, а то раньше приходилось за вот этим кибелиском бегать туда вперед и налево. Тюклесу, если помните. Всякие ивенты проводятся, честно говоря, в ивенты не вникал, говорю сразу. Медленно у нас прогружаются текстурки, как наблюдаете. Хотя игрушка на ССД поставлена, естественно. Ну да ладно. Вот это то, что касается ивентов. Что-то непонятно. Такой чужеродный достаточно смотрится, ну да ладно. Давайте вернемся к экрану выбора персонажа. Создадим, в общем-то, Барда, именно которого мы с вами будем раскачивать. Надо мне время немножко засечь, чтобы длинный ролик у нас особо не получился. Так, сейчас 15 минут. Окей. Ну что ж, отхилку оставляем, поскольку просили асмодианского персонажа. Давайте выберем другой сервак. В данном случае у меня на Альсионе, собственно, аватар. Элийский. А сервер мы с вами выберем, ну я даже не знаю, на самом деле, по-моему, без разницы, какой выбирать. Все серваки практически свободны. Ну давайте на Церере. Создаем, в общем-то, нового персонажа. Да, кстати, чтобы создать аватар персонажа, здесь кнопочка есть. Аватар. Вот, но если вы уже создавали такого, хотя бы один раз, вам будет выдано вот такое сообщение, мол, обломитесь. Да. Выбираем асмодиан. И давайте немножко покумекаем с созданием артиста. Мужского артиста я, естественно, делать не буду, потому что мужик с арфой мне вообще не внушает никакого доверия. Да, ребят, еще наверняка будут вопросы. Значит, как играем по настройкам, я немножко вчера покумекал с настройками, значит, разрешение 2К, в моем случае, 1440p, граф-движок улучшенный, фиксированный FPS я не включаю, графика выставлена вручную, вот такие параметры. Вот так все проставлено, так игрушка более-менее достойно шевелится. Компик у меня по-прежнему достаточно слабенький, менять я его пока не планирую, поэтому посмотрим позже. Отображение FPS я включил, оно будет отображаться где-то вот здесь, если я правильно помню, внутри игры, ну, все это посмотрим. Версия синхронизации включена, погодные эффекты, персонажи на минимум выставлены, чтобы их много не было, ну и, в принципе, все. Да. Так, ну что ж, выбираем, в общем-то, женского персонажа, только не настолько безобразного. Ну что ж, придется нам с вами немножко потратить времени друзья и создать нашего первого персонажа. В целом... Ну, а что бы и нет. Нормальная девчушка. Дайте немножко полазим по... Это все новый пресет, который вот здесь выставлен. Это стандартные, скажем так, предустановки. Почему-то очень много анимешных персонажей. Да. Поэтому давайте немножко поползаем, посмотрим, может что-то приглянется еще. Так. Опять же, друзья, для того, чтобы ролики по Айону выходили, в принципе, или не было, о чем вам снимать и делать съемки, мы с вами сделаем небольшой хак, то есть, финт ушами. Что я буду делать? Если помните, раньше при прохождении я всегда говорил, что там, условно говоря, вот есть там набор синих квестов, и я их все пройду за кадром. Да, там, проходил их за кадром, и мы дальше с вами топы лежат просто по сюжетной линии. А сейчас мы с вами сделаем немного по-другому. Я все квесты, вообще все, которые найду, ну, кроме, может быть, только повторяемых, да, повторяющихся, я буду проходить прямо вместе с вами. А вот так вот. То есть, что называется, таким образом мы с вами получим тот эффект, что у нас будет, всегда будет, что поснимать. Да. Я думаю, друзья, что вы будете не против. Собственно говоря, вы именно этого и хотели. Так, давайте маленечко, ну, вот эта девушка мне, скажем так, нравится. Да и прическа мне нравится, у меня такая же на хиле, в общем-то, была. Так, что по имени, имя? Надо подумать. С именем, как правило, как обычно, косяки у меня, да? Так, лицо, давайте быстренько так форму лица пусть остается. Девушка, нормально, приятно, куда? Цвет кожи, кстати, нормальный человеческий, хотя это и астмы. Так, 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 хорошо. Цвет глаз, давайте цвет глаз, сейчас у нас с вами такие карие глазки сделаны, да? Давайте сделаем их поярче. Так, даже не знаю, честно говоря, какой цвет выбрать. Красненький, банально уже, серенький, скучно. чтобы она тут с вами желтенький, желтенький, прикольно, зеленоватый оттенок, зеленый, конечно, красивый, но у меня ухелайзированные глаза, голубенький, тоже банально, немножко. Давайте поставим синенькие, вот такие. Ну, не знаю, чтобы необычно. Так, форму зрачков давайте немножко подкорректируем, а то у него как-то странно, немножко глазки. Давайте поставим вот такие. Да. Ну, немножко анимешный стиль, конечно, у девушки, но я, скажем, не буду особо с этим заморачиваться, потому что не так уж это и важно, на самом деле. Волосы, кстати, очень красивы, каштановый цвет, хотя под синий, опять же, цвет глаз, он не очень-то и подходит. То есть, если вот так рассматривать этот вопрос, дай посмотрим, что мы можем сделать. Можно, скажем так, сделать их оттенок, оттенок в серый, но это будет не очень хорошо. Я бы, конечно, хотел сделать черный, но черный нельзя. Давайте поищем, что у нас с вами есть еще. То есть, можно покрасить. Девушки у нас пользуются краской для волос, естественно, поэтому можно в целом выбрать любой цвет, и это не будет выглядеть странно или чужеродно. Так, 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 так. Ай, что-то мне ничего никак не приглянется. На самом деле, да, изначально цвет мне нравился больше. Ну, кстати, приятный цвет, такой необычный. Так, голубенький, что-то странное. Так, какыш, вот зачем ты так сделала? Я ж не это имел в виду. Вот был же нормальный цвет, зараза, теперь фиг вернешь назад, что называется, потому что отмены же у нас, естественно, здесь нет. Отмены у нас с вами, естественно, нет. Да, давайте немножечко, вот и какие мы замечательные. Так, давайте мне немножечко тебе ротик сделаем побольше, а то у нас совсем уж какое-то анимешное создание получается. Да, вот примерно так. Ой, в целом, наверное, ничего даже мерять не надо. Что у нас с грудкой, это все нормально, да? Мы не похожи на корову, это хорошо, что мы не похожи на корову. Давайте девушку маленечко подразденем, посмотрим, как у нас тут дела. Опять же, это неудобство с Айон еще изначально пошло, да, что я могу либо вот так упереться, либо вот так, а мне поближе надо. И вот, что называется, еще хоть что и делай. Так, где-то у нас самый интересный показатель, самый интересный показатель у нас телосложение, естественно, да. Так, кисти и ступни, кстати, да, то они что-то любят задирать ступни у девушек, не надо. Так, толщина икр побольше, то девушка очень странная получается. Так, ладно, допустим, длина ножек можно и поменьше сделать. Предплечье, плечи, длина кисти, длина рук. Девушку вообще надо сделать такой, ну, аккуратненько, что ли. Девушка должна быть, как я всегда говорю, миниатюрной. А мужик должен быть здоровый, иначе это неинтересно. Так, плечи, плечи нормальные, объем груди, вот давайте чуть-чуть четки сделаем, вот скажем так, вот так, да, чтобы девушка все-таки не была плоская. Так, объем тариф вполне себе нормально, форма плеч, длина шеи, ширина плеч, все-все-все-все нормально. Рост, что-то больно здоровый, давайте поменьше, средненький такой рост поставим, вот так примерно сойдет. Так, с ножками что-то у нас, по-моему, ножки немножко неправильной формы, но что-то я не могу придумать, как их тут сделать более или менее нормальными. Ну, ладно. Ладно, пусть в целом остается, вот, наверное, вот как-то так. Даже не знаю, ну, пусть так останется. Так, все, теперь размер головы у нас с вами почему-то маленький, но мне так не кажется. Вроде как все достаточно пропорционально. Ладно. Вот, собственно, разные варианты нарядов, которые у нас с вами могут быть. Все достаточно красиво и замечательно. Да. Понятно. Понятно. Так, ну, смотрится на самом деле неплохо. Некоторые, некоторые наряды смотрятся неплохо. Хорошо. Теперь давайте вернемся в... Да. Да-да-да. Только вот нам с вами единственное, что нужно сделать, это все-таки подобрать цвет волос. Сейчас я же замучаюсь подбирать тот цвет, который был изначально. Каштановый там был, я помню. Но как его сделать сейчас? Это был темный, такой коричневый оттенок. Он где-то здесь вот находится, коричневый цвет в целом. Где-то вот, где-то вот тут. Но он был гораздо темнее, то есть что-то похожее, вот, наверное, да? Вот. Вот. Вот этот цвет был. Не, ну, каштановый цвет мне, кстати, нравится. Такой приятный, какой-то, ненавязчивый, но только тогда у глаза не подходит. Придется же глаза менять. Ребят, процесс длинный, я понимаю. Но что делать? Мы же с вами никуда не торопимся, правда? Так, реснички. Давайте реснички сделаем. Реснички какие-нибудь... Ух ты, какие у нас реснички интересные. А давайте вот так поставим. Так, размер радужки. Глазки придется перекрасить. Подруга, извини, но такие глазки не идут коричневым. Так, желтенький. Ну, кстати, желтенький в целом сочетаем. Морской волны не очень сочетаем цвет. Серенький, скучный. Так. Да что ж ты будешь делать-то? Какой же тебе цвет подобрать, подруга? Ну, желтый какой-то агрессивный, девушка сразу не такая уж и немножко подозрительная девушка становится. Синенький, фиолетовый, красненький. Да. Ну, в целом, конечно, мы с вами можем подогнать глазки тоже под карий оттенок, да, то есть вот таким образом и получить полную сочетаемость, что называется. Ну, трудно сказать, но давайте, ладно, что ж теперь оставим так. Так, лицо, цвет, губок. Губки надо сделать чуть менее выразительными, да, не надо, чтобы они, скажем так, били в глаз. Ну, вот так вроде относительно, относительно, понятно, относительно неплохо, надо сделать только менее яркими, вот так. Менее заметными, все замечательно, в целом, да и нормально, в общем, меня все устраивает, давайте на всякий случай сохраним, можно, кстати, теперь сохранять, загружать внешность, если загрузка внешности сделается вот здесь, а сохранение вот тут, внезапно, а это вообще загрузка чего-то другого, я до сих пор не разобрался, чего именно, да и пофиг. Так, татуировочки на девушках я не одобряю, но давайте посмотрим, может быть, есть что-то интересное. Это же у нас с вами, кто это, Барк же, да, будет у нас с вами, Барт. Барт это хорошо, напомню на всякий случай, друзья, да, несмотря на то, что у нас с вами обновление 5.6, естественно, новых классов в игре никаких нет, и что-то мне подсказывает, что и не будет в ближайшем будущем, а может и вообще уже не будет, кто его знает, потому что игра сейчас, скажем так, держится на честном слове, и, пожалуй, на ностальгии, да, потому что иногда игрокам все-таки хочется вернуться в игру, и, скажем так, снова здесь побегать, хотя вроде уже 35 раз, все испробовано, но тем не менее, да, красивая девушка, замечательная, теперь самое сложное, друзья, выбор имени, так, голос, о, да, давайте оставим вот такой голос, приятный голос, ну не то чтобы приятный, но подойдет, так, и вот имени, вот имени, прям проблемы, это всегда проблемы, елки-палки, эх, бард, да, да, друзья, давайте подсказывайте что-нибудь, потому что с водом имени, это прям вообще проблема, кого бы выбрать, бард, жалко тут генератора имен нет, сейчас бы так сразу воспользоваться можно было, есть такое имя, ну естественно, кстати, не знаю откуда оно почему-то, а вот такое есть, а вот такого нет имени, ну ладно, будем использовать такое, я не знаю что это значит, честно говоря, вот набрал просто, вроде звучит, ориганте, подойдет, в общем-то, погнали, друзья, вот такая у нас с вами замечательная девушка получилась, да, с хвостом естественно, не без этого, поскольку, а с Модианы, ну да ладно, так, ну что ж, ЦРР серверов, поехали, фигли, так, проматываем естественно ролик, и друзья мои, добро пожаловать, народу масса, ну именно в начальных локациях, потому что опять-таки, как я и говорил, все возвращаются в игру, все стараются сюда вернуться, иногда, что называется, именно по-ностальгировать, а в этом есть свой смысл, потому что, да, по-ностальгировать в игре действительно, ну, интересно, скажем так, потому что, ну игрушка все-таки была хорошая, она и сейчас в целом ничего, только, главное, друзья, я вас призываю, да что ж текстуры-то не прогружают, это ж надо, а даже на ССДшники, я вас единственное, что, друзья, призываю, перестаньте вливать в игру деньги, это серьезно, сейчас это вообще никакого смысла не имеет, особенно если вы на РОФе играете, потому что может быть так, что вы опять же в валюте там кучу денег в это во все, там пройдет месяц, и снова опять забабахает какой-нибудь ивент для того, чтобы вернуть игроков, и получится так, что все ваши усилия, что называется, пойдут прахом, играйте без денег, друзья, это, ну, на самом деле, все равно вы, скажем так, топ-донат, вы не переплюнете, скорее всего, да и надо ли оно вам, так, ну что ж, вот такая у нас с вами замечательная здесь локация, судя по всему, ночь, поскольку разрешение 1400, а игрушка не очень-то на это рассчитана, достаточно все мелко, скажем так, ну, не очень приятно это все делать, читать, достаточно все действительно меленько, ну, а кому сейчас легко, друзья, да, так, давайте проведем базовую настройку, я забыл уже, как настраивается, потому что, опять же, в игре очень давно не было, расовый чат можно, кстати, убрать, если закрепить окно чата, он тогда пропадет, давайте, в общем-то, быстренько поднастроим, первое, открываем карту на кнопочку, Эмма, Михаил, которая, так, здесь мы с вами, в общем-то, выбираем, давайте начнем посмотрим, что изменилось, Пангея, Бездна, Элиос, Земли, Балауров, Бездна, Верхний, Нижний уровень, да, ничего особо не изменилось, но на самом деле, сейчас есть новые, новые временные зоны, есть, то есть, пытаются игру как-то развивать по части сюжета, но ничего такого особенного пока что я не заметил, тем более, нам с вами пока что и по барабану, мы будем раскачивать с самого начала, так, значит, здесь нажимаем, друзья, либо малую прозрачную карту, вот эту, либо просто большую прозрачную карту, я открою обе, поставлю их вот так вот в углу, обе, и, соответственно, переключусь на большую, потому что размеры, зараза, не липнет, размеры монитора в целом позволяют, поэтому, и размер экрана, поэтому я, наверное, буду вот такую большую карту пока оставлять, но если надоест, да, вообще-то уже надоело, давайте поставим маленькую все-таки карту, вот так, в уголочек, пусть торчит, как и раньше, да что ж, все текстуры-то не прогружаются, елки-палки, серый бурмалины, вроде народу-то не так уж и много, так, ладно, давайте посмотрим дальше, что у нас с вами здесь есть еще, полезли в настройки, друзья, полезли в настройки, так, карта у нас ориентирована правильно, титулы я скрою, легионы я скрою, извиняюсь, друзья, достаточно громко сейчас было, это понятно, и отрубил обучение дальнейшее, чтобы эта штука не приставала к нам с вами больше, так, от имена отображаем, полоска состояния, все в порядке, ай, так, 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 значки обычных заданий уровень 65 и ниже, я поставлю, чтобы было, пусть будет, нам пригодится размер интерфейса, можете, кстати, бустануть, вот здесь поставить, условно говоря, там, на 120 процентов или больше, максимум 130 процентов, но он будет размываться, то есть он, по сути, растреизованный, он не векторный, вот здесь, это не векторная графика, поэтому, если вы попытаетесь его увеличить, он, конечно, станет больше, но размоется чуть-чуть, то есть будет немножко мыльным, поэтому смотрите сами, так, включаем в горячий клавишах все панели, разумеется, почему бы и нет, собственно, пусть будет, давайте затолкаем одну панельку, вот куда-нибудь сюда, я не знаю, для чего мы с вами будем использовать, пусть будет, что называется, опять же, есть и ладно, третья панель у нас с вами появляется вот здесь, мы ее с вами разместим как-нибудь вот так, наверное, а почему бы и нет, так, перфекционист у меня бунтует внутри, давайте немножечко выровняем, вот, чтобы вот эти два квадратика совпадали, да, ну, примерно так, так, третья, последняя панель, к сожалению, появляется вот здесь, ее никуда не сдвинешь, то есть она вообще-то должна быть вот здесь вот, как-нибудь бы, но, к сожалению, не судьба, ладно, список заданий оставим здесь справа, дальше идем, управление, вид, максимальное расстояние выставляете очень далеко, если хотите иметь возможность далеко отдалять камеру, то есть, например, вот так, да, то есть это максимум, насколько можно ее, в принципе, отдалить, так, движение назад, движение по заспользованию умений, отмена, сближение, здесь все, в принципе, оставляем, как и сообщество, фильтр чата, смотрите, на ваше смотрение, можете включить, можете выключить, так, размер шрифта обычный, в целом можно оставить, отказ от просмотра деталей, отказ от приглашения в легион, пока пусть идут все лесом, отказ от дуэли, от предложения дружбы, отклонения писем, это все включаем, так, далее, ну, в целом, на самом деле, можно и оставить, пусть будет, перед два проводника, не знаю, что это такое изображение, изображение, опять же, я вам все настройки уже показывал, на всякий случай, еще разочек, можете посмотреть, как все настроено, FPS, кстати, вот он, вот здесь, ну, то есть, можете наблюдать, что называется, за процессом, кто не знает, если вы идете на осаду, ну, мало ли, может быть, кто-то еще ходит на осады, всегда обязательно заходите в изображение, оптимизация осад, ставьте вот эту галку, потому что иначе лаги будут немереные, ну, по крайней мере, у меня так, так, дальше, нам с вами нужно раскидать тут горячие клавиши, давайте немножко подраскидаем, значит, у нас изначально стоит здесь, Alt 1, 2, 3, 4, 5, давайте те, которые вверх, я перенаставлю на Shift, пардон, 4, 5, 6, все, дальше я, в принципе, переназначать их не буду, дальше уже нужно будет другие клавиши какие-то искать, так, это убираем, смена оружия нам не потребуется на барде, это в топку, это в топку, основной атакующий скилл, песни ветра, пока что, пусть будет здесь, так, инвентарчик давайте подтащим сюда поближе, окно персонажа тоже сюда поближе немножечко, вытащим сюда зелье восстановления, зелье здоровья, вот эти штуки выкинем, это тоже выбрасываем, ну и в целом, пожалуй, все, да, ну в целом, на самом деле, неплохо, вроде как настроились, вроде я везде пробежался, да, окна, ой, назначение меток нам с вами в целом не потребуется, потому что мы, бард, всего лишь мы как атакующие, подхиливающие, заливая алком мана, вот такой вот персонаж, который льет ману, да, или подхиливает иногда, но в основном, конечно, мы атакующий товарищ, функции, бой, контрол, тра-та-та, так, смена оружия, камень печати, убрать оружие на X должно быть, да, убрать оружие на X, это удобно, в целом все, да, в целом все, все, все настроили, и в общем-то, друзья, можно приступать, естественно, будем мы с вами, давайте глянем, что-то у нас за ивенты опять же идут, подарок для начинающего даева, с первого по аж 75 уровень, давайте глянем, что нам тут с вами выдают, получаем подарок, сверток с предметами для начинающих даевов, давайте посмотрим, откроем, что нам с вами дадут, о, достаточно много, так, титул начинающий даев можно получить, также расширение куба, нам с вами автоматом расширяют куб, кстати, я зря сейчас это сделал, да, я балбес, надо было, ну ладно, фиг с ним, так, шкатулка с головным, с головным убором, головной убор, понятно, терпеть не могу, головные уборы, особенно такие, мне в игре вообще мало, какие головные уборы нравятся, ну, так уж сложилось, не люблю я их, так, сундук за достижение 65 уровня, типа за 30 дней я должен дойти до 65, да прям сейчас, ага, так, подарок близняшек, давайте откроем, посмотрим, что там, эта штука с каждым уровнем будет у вас, вот видите, теперь ее можно открывать с уровня 10, сейчас дают на гробе возрождения, чтобы можно было воскресить себя, или кого-нибудь, давайте кто-нибудь вытащим, так, шкатулка с конфетками лисы, и сосуд с волшебным снадобием развития, который дает, что он дает, он дает с надобием развития, которое дает аж 20 процентов опыта, да, ну, пока давайте оставим, пусть будет, что называется, его, кстати, можно переиспользовать, 20 дней он у нас с вами будет, ну, ладно, хорошо, тоже неплохо, в целом, наверное, все, да, хорошо, что еще, ну, еще, собственно говоря, конфетки, я на самом деле конфеты терпеть не могу, я ими никогда не пользуюсь, хотя я знаю, что это бонусы, да, 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 это все понятно, в нашем случае, вот такие варианты, сила магии, точность магии здесь повышается, скорость магии, а здесь скорость атаки повышается, в целом, я не могу сказать, что важнее для Барда, я честно уже не помню, потому что я помню, что скорость магии, это скорость каста, тупо, а скорость атаки, это скорость, с которой персонаж машет руками, но вот что Бард делает больше, машет руками или кастует, я честно говоря не помню, у него очень много скиллов заряжаемая, напишите, друзья мои, в комментах, какие конфеты лучше, те и возьмем, заодно, что называется, все будут знать, потому что я тоже не в курсе. Пока оставим их просто в виде коробочек. Так, второй товарищ, он ничего нам не дает, потому что для него, судя по всему, нужно быть вернувшимся дайлом, а мы с вами... Да. А мы с вами, в общем-то, как новичок здесь считаемся. Так, ну что ж, теперь в общем-то потихонечку можно приступать. По поводу самого персонажа Барт, это такое, как я уже говорил, у меня был на канале обзор по Барду, можете, в принципе, поискать, посмотреть. Барт это такая самодостаточная пехота. То есть Барт, он, ну как обычно, и чтец, и жнец, и на дуде, и грец, как говорится, да, то есть он может и ману себе заливать самостоятельно, ну не только себе, а кому угодно, и атакует он очень больно. Не так больно, как волшебник, но, кстати, очень даже на уровне, то есть чуть похуже, чем волшебник, скажем так. У него очень много контроля, поэтому в ПВП Барды хороши, хотя мы с вами ПВП рассматривать опять же не будем, потому что из меня ПВП шердникакущий. И, то есть, опять же, персонаж, который сочетает большое количество атакующих, сильных атакующих магических умений, прекрасно умеет заливать себе ману, поэтому недостатков не испытывает вообще никогда, отлично умеет подхиливать сам себя, ну, скажем так, не на уровне хила, конечно, но, тем не менее, очень неплохо даже справляется. Так что этот персонаж один из самых простых в раскачке, с высоким уроном и полностью не зависящий от баночек. Вот. Так что, друзья, рекомендую всем, что нравится попробовать. Кто еще не пробовал, Бардом попробуйте поиграть, штука интересная. Давайте будем потихонечку собирать все, в общем-то, здесь задачки, естественно, будем брать. Здесь нам с вами нужно сприга всех, в общем-то, посносить вот этих. Бум. Так, второй товарищ, пошел. Отлично. Третий товарищ. Собирать с них я ничего не буду, потому что смысла в этом вообще никакого нет. Следующий. Зашибись. А что это ты не сдох-то? Давайте еще разик. Так, второй уровень, я вас поздравляю, друзья. Так, продолжим. К сожалению, здесь нет такой фишки, как там в Терри или в любых других современных играх, когда можно на клавишу F прощелкивать все эти диалоги. Не судьба, что называется. Кстати, сейчас у нас, да, ивент начался, выходные, типа, сейчас же пятница, друзья. Всех поздравляю с пятницей, естественно. Праздничное настроение. У нас с вами тут опыт плюс 200%, опыт со сбор-изготовлением плюс 200%, получаем очки без Н200%, шанс получения трофей в 200%. Короче, сейчас самое время, если что-то хотели скачать или сыграть там что-нибудь, это прям очень будет полезно. Рекомендую, что называется. Так, ну, достаточно неплохо. Впрочем, я взял не все квесты, а надо брать все квесты. Пока еще персонаж бегает очень медленно, к сожалению, потому что у нас с вами нет пока ни свитков, ничего. Но все это мы с вами получим попозже. Так, преданность банды разбойников. Тут спригов, что ли, надо? Грохненький. Чего? А нет, опять с бандарном поговорить. Ну, сейчас потреплимся. Давайте поговорим, что нам с вами скажет. Да, у нас есть к тебе дело. Кстати, спасибо, дружище, за свитки и ускорение. Как раз, что называется, штука хорошая. Так, где у меня эта штука? Вот как неудобно, что они вот так далеко, а? Я привык вот сюда тянуться. Она вот теперь здесь вот по центру находится. Зараза. Так, ну опять же, не знаю, какой свиток здесь брать. Вот не знаю, ну давайте пока пусть будет этот. Скажем так, по старой привычке возьму свиток на скорость магии. Так, и, естественно, немедленно используем, чтобы персонаж ну хоть как-то начал бегать. Так, замечательно. Ну и отправляемся куда подальше. Руку с клавиатуры я пока что с вашего позволения уберу. Я помню, что я постоянно в ранних выпусках занимался мышка-кликерством. Здесь на самом деле мы с вами будем делать ровно то же самое, потому что тянуться к клавиатуре на начальных особенных этапах лень. Да и просто так по голове. Бум. Вот так вот. Немножко позарабатываем опыт, сбивая всех на своем пути, кого увидим. Замечательно. Вообще зашибись. Опыта пока идет много, особенно если учесть двухсотпроцентную прибавочку, то совсем хорошо. Так, ползем дальше. Сейчас у нас с вами на очереди очередной... Да, на очереди очередной квест. Даже два квеста. Тут у нас с вами танки новые. Безусловно. Так, защита мастера стигм. Чего же это за ивент-то такой, защита мастера стигм? Чего он дает, интересно? Ну, опять же... А, что я туплю? Активирована защита стигм. В случае неудачи уровень усиления стигмы не обнуляется, а понижается на единицу. Это для тех, кто стигмы затачивает. Ну, опять же, для задротства, что называется. Отлично. Здесь нам с вами нужно... Фрукт сприга достать. Ну, и дополнительно берем еще один квестец. Это горный спакл и горные спарки. Берем обоих. И еще берем также квест здесь. На всякий случай напомню для всех новеньких, которые... Да, кстати, уровень. Поздравляю, друзья. Третий. А на всякий случай напомню для всех, кто в игру внезапно еще, может быть, ни разу не играл, или только начинает. Если вы хотите, ну, скажем так, в пустую опыт свой не расходовать на начальных локациях и иметь, скажем так, большое количество квестов, которые вам докинут еще опыт уже после 10 уровня, особенно вот без этого бонуса там, да, то я вам рекомендую здесь раскачаться до 9 уровня, потом сразу уже идти делать квест на перерождение в доэво, соответственно, выполнить его, получить 10 уровень, а потом уже все остальное здесь доделать в этой локации, так вы получите значительно больше опыта, чем изначально планировали, потому что если вы раскачаетесь до 9, у вас просто счетчик опыта упрется вот сюда, вот в максималочку, и вы будете, скажем так, ну, опыт будет уходить в никуда. Так, аккорд холд, это у нас с вами второй скилл, давайте его поставим вот сюда. Так, он у нас с вами, подготовка тоже 1 секунду, перезарядка столько же. Ну, пусть будет, опять же, почему бы нет. Так, скилл возвращения у нас с вами вытащен, перевязка песни ветра. Кстати, о птичках я тут еще, по-моему, какие-то действия, эмоции какие-то я тут не вытащил, а надо было бы, так, взять и брать оружие, сесть, кстати, у нас с вами уже есть. А, да, быстрое возвращение, вот эта вот штучка, ее нужно обязательно тоже иметь. Вот, ну, я давайте сюда куда-нибудь помещу. Быстрое возвращение перезаряжается раз в час и позволит вам выполнить быстрое возвращение, то есть просто возврат, скажем так, если вы где-то застряли или что-то подобное, работать так же, как и скилл возвращения, просто гораздо дольше откатывается. Но это ваша запаска. Так, на самом деле, вот с этого скилла, как правило, мы с вами будем начинать. Песни ветра, это, скажем так, завершающий скилл, но, хотя нет. Это как автоатака, по сути, такая достаточно сильная. Потому что перезаряжается быстро, поэтому, скажем так, полезно. Так, вот у нас с вами тут сияющая сфера, спакл, подсюды. Шустро. Опять же, поскольку сейчас достаточно большой шанс выпадения предметов, то, как вы наблюдаете, трофеи падают довольно-таки часто. Трофеи собирайте, напомню, опять же, собирайте все белые предметы, все зеленые, все синие предметы. Короче, все, что вам падает, собирайте, потому что все это можно продать за хорошие деньги. Чем выше ваш уровень, тем дороже будет стоить то, что вы будете продавать. Все, скажем так, выпадающие вам с... Да. Все выпадающие вам с непосредственно монстров. Так, что вам с вами надо? Нора Сприга. Нора Сприга, это, конечно, хорошо. Еще бы я знал, где ее найти. Что за норы Спригов? А, вот они, все. Это не норы, друзья, это корзины. Если что. Ну да ладно. Так, забираем фруктиц. Подождем, сейчас наверняка отреспуются. И достаточно быстро, скорее всего, респится здесь. Начали локации, кстати, я уж не знаю, то ли подправили ее у астмов, то ли чего, но, по-моему, она была не такой, когда я в прошлый раз сюда заходил. По-моему, она стала чуть более приятной глазу, не такой, по-моему, она была с уклоном в красные тона, если я ничего не путаю. А сейчас стала ближе такой к холодному тону. Мне так больше нравится. Но это, опять же, на вкус и цвет, что называется, все хомячки разные. Так, давайте тут пока что погрохаем всех, кого видим. А чтоб не скучно было, потому что пока то у нас корзинки респаются. Надо же дождаться, пока они целиком. Вот, появились наконец-то. Надо же дождаться, пока они появятся. Так, фрукт сприга. Кстати, еще мы с вами не настроили чат. То есть, нужно делать тоже настройку по группам, по вкладкам его разбивать. Ну, сейчас сделаем, на самом деле. Так, открепляем окно чата. И давайте здесь посмотрим. Так, общая вкладка. Общая пусть остается. Так, вкладка боя здесь. Здесь тоже пусть остается. Вкладка группы. Редактируем. Вот, отображение времени, кстати, можно даже сделать. Обалдеть. Ой, отображение времени. Так, вкладка группы. Здесь нам с вами нужно приваты от других и приваты другим. Чат группы оставляем. Осповещения, ну, пусть в целом будут. А системную информацию отсюда в целом я бы убрал, потому что она мешается. Ну, конкретно мне. Так, изменяем. Все хорошо. Добавляем сюда другую вкладочку. Называем ее, допустим, тот же Легион, если вы будете там в Леге присутствовать. Так, здесь также оставляем приваты, потому что это важно. Здесь я включаю также чат группы Альянса. Чат Легиона, разумеется, куда же без этого. Ну, и в целом, пожалуй, и все. Ну, и оповещения, может быть, тоже, чтобы были. Пожалуй, и все. Больше я тут ничего особо настраивать не буду. Так, давайте, опять же, закрепим окно чатом, чтобы расовый чат мы не видели, потому что он меня бесит. Замечательно. Отдаем ему плоды вот этим. Берем новый квест, который отправит нас в деревню. И завершаем еще один квест. Опять же, получая немножечко опыта. Тем временем, четвертый уровень, друзья, потихонечку ползем. Ну, и побежали дальше в деревню. По карте ориентируемся, друзья, кто, может быть, опять же, не привык к этому ориентированию, вот именно внутри Айона. Красиво она с вами, девушка. Замечательная. Бежим потихонечку. Вообще, вот здесь природа мне нравится даже, да. FPS, кстати, неплохая. Вообще, вот на максималках, если поставить FPS, вообще до 30 просаживается, как нечего делать причем. Вот конкретно у меня, кстати, вот все те параметры, которые вы видели, которые у меня сброшены пониже, да, в графическом движке. Вот этот параметр, вот этот параметр. Улучшенные тени и качество эффектов. Вот это основные параметры, особенно вот улучшенное качество местности. На качество картики, по-моему, вообще не влияет. А вот на производительность очень сильно. Поэтому, возможно, кстати, у вас по-другому будет на вашей системе. Может быть, у вас будет вообще везде 60+, кто вас знает. Потому что у меня, на самом деле, сдаётся процессор в первую очередь. Он не справляется, несмотря на то, что игра старая. Ну, это уже вопрос оптимизации. Хотя, кстати, у Айон оптимизация одна из лучших в целом так. Ну, на фоне, скажем так, современных игр. Так, продаём меч равнины. Пока бы задёшево, но пусть будет. Деревушечка. Что-то я не помню, была она такая же или нет раньше. Давайте зарегаемся у Кибериска, как обычно. Да. Ну, и, в общем-то, пособираем. Да. Подходим, кстати, к жрецу благословений. Получаем у него благословляшку. Не забывайте это делать. Так, нет, покупать премию я не собираюсь. Просьба урт. Здесь у нас с вами есть квест на 2000 опыта. Это неплохо. Так, не прокрутившихся персонажей беседуем с ними. Здесь получаем ещё немножечко опыта. И здесь получаем опыт и новую арфу. Собственно, наше новое с вами оружие. Кстати, в этом обновлении, в частности, из того, что я заметил, стали немножко более подробными вот эти вот окошечки. И в частности, когда... Ну, вот на данном снаряжении этого нет, а на снаряжении, которое были нацелители, которое я изначально показывал там, в том числе показывается боеспособность. То есть общая, скажем так, общая оценка боеспособности персонажа. Да, в случае, если вы наденете, либо скинете конкретный предмет с себя. Вот. В целом удобно. Так, наменяем арфу. Старую можно просто выкинуть на самом деле. Так, снаряжение мы с вами используем. Оно на процент копота, поэтому... На процент копота, поэтому я, по крайней мере, пока не буду им пользоваться. Нам пока и так с вами хватает. Так, здесь нам с вами нужно перенестись на... Стабильно у всех торс не прогружен почему-то. Что за ерунда? Так, выполняем тоже квест. Здесь у нас с вами квест на переход на другой сервер. В общем-то, давайте-ка сменим его. Вот таким вот образом. За него дадут немножко денежек, и на начальном этапе это полезно. Почему у всех по колонам торс не прогружается? У всех персонажей. Так и вчера было, кстати. Так и сегодня. Опять же, еще раз. Игра на SSD стоит. Игра старая уже достаточно. Но все равно почему-то... Раньше, по-моему, кстати, такой проблемы не было. Опять же, что-то сломали. А не важно. Мы с вами просто продолжаем бегать и потихонечку, не спеша раскачиваться. Опять с непрогруженными ногами и торсом. Ну, зашибись. Вот, 6800 нам с вами здесь дают. Это, естественно, мизер. Но на начальных этапах вам это может очень даже пригодиться, когда вы там будете покупать всякую мелочевку. Такс. Ну что ж. Перемещаемся опять же на следующий сервак. На предыдущий. Изначально, как обычно, естественно, я рекомендую вам бегать на сервере новичков ровно до тех пор, пока вы не перейдете на уровень 55. В 55-е вам уже поневоле придется прыгнуть на обычный серв. На сервере новичков вы не столкнетесь с открытым ПВП. То есть на вас не сможет никто напасть. И это полезно, потому что, если вы хотите потрениться в самом начале, ну, тренируйтесь. Если не хотите, скажем так, себе проблем с раскачкой испытывать, то совершенно спокойно сидите на серваке новичков, и вам никто мешать не будет. Так, ладно. Давайте добежим до следующих непрогруженных персонажей. Дадим им вот эти свитки, которые очень слабенькие. Первого уровня, по-моему. А может и нет. Ну и не важно, на самом деле. И, в общем-то, тут еще какие-то квесты есть. Да, давайте. Мы с вами сейчас будем все квесты брать. И почему это окно постоянно улезает? Так. Тут у нас с вами кто-то бьет баклуши, естественно. Поэтому давайте послушаем его жалобы. На 2000 опыта это неплохо. Это достаточно неплохо. Чпуньк. Так. И побежали дальше потихонечку. У нас с вами пока что все еще нет новых скиллов, но они скоро появятся, скорее всего, потому что очередная голова с ручками. Так. Проматываем. Потому что мы с вами... Да сейчас принесу я тебе мешки. Потому что... Потому что мы с вами практически уже выполнили кучку квестов. Поэтому будет уровень 5. Там будут, скорее всего, и новые скиллы. Так. Берем тоже все задания. Берем тоже все задания. ЗАМЕЧАТЬННО. Безусловно. Красиво, кстати. Не, серьезно, красиво. Вот в холодных тонах. Или у меня сейчас настроение такое, но мне нравится. Мрачновато. Но у астмов так и должно быть. Но, по крайней мере, без завалов красные тона. Это хорошо. Так. Тем временем. Вот у нас с вами черноклевые хайки прыгают. Которых нам надо будет с вами грохнуть. Рыбак еще. С которого также можно квест получить мелкий. Так. Ластоногие рифисмы. Давайте, в общем-то, погрохнем понемножечку. Ну, собственно, вот и следующий уровень. И, кстати, у астмов... Вот что мне нравится у астмов. Так это музяка, который играет во время битвы. Такая приятная, более подходящая для битвы, чем та, которая у эликов. Изначально. Так, что там у нас с вами с новыми нежные звуки? Вот, кстати, этот отхил. Отхилочку я поставлю на Shift-1. Отхилочку на Shift-1. Так, опять же, кто, друзья мои, не в курсе, как можно, убив врага, сразу же к нему подбежать и начать, что называется, его собирать с него. Нажимайте просто кнопку автоатаки, то есть единичку. И он автоматически присядет и будет с него что-нибудь там подбирать. Удобно. К сожалению, нет кнопки подобрать все автоматически, но уж, что называется, не судьба. Что есть, то есть чпуньк. Так, высушенный свиток это квест какой-то. Давайте его используем. Возьмем квест, опять же, пригодится. Так, с Хайком мы с вами вроде как закончили. Давайте теперь посмотрим. Да, собираем по-прежнему растения наши. Замечательно. Ну, как вы наблюдаете, в общем-то, несмотря на то, что сейчас, конечно, 200% опыт и все такое, но, тем не менее, урон у Барда очень высокий. То есть, ну, не на уровне мага, конечно, нет. Но, тем не менее, очень высокий урон и проблем с уроном у вас никогда не будет. Вы как один из основных дамагеров в пати будете, на самом деле. Рэндж ДД, так называемый. Но еще, скажем так, с дополнительными функциями в виде отхила, там, да, подхила или помощи кому-нибудь. И заливки маны их елутом, например, или танку. Хоть это, скажем, не очень актуально именно в Айоне. Это в Линяге было гораздо более актуально. То есть, там, если Ешка или СЕшка не доливает ману, то... СЕшка, не помню, вот Ешка точно, по-моему, ману доливала. Если она не доливала маны хилу вовремя, это был просто такой вопль начинался в чате, что там просто, да, что ты делаешь, там вся пачка из-за тебя. Ну, как обычно. Или танк, когда маны не хватает. И квест создавать. А вот. Здесь это менее выражено, но, тем не менее, может быть, кстати, на хайлов валах это вполне себе имеет место быть. Так что заливать ману вам иногда все-таки придется. Что в целом неплохо. Я, опять же, когда Бардом играл, изначально не понял. Опять, что ли, у вас где-то здесь? Да елка шпалки. Слушай, дружище, ты вот прям не можешь, да, вот подойти поговорить. Я, конечно, понимаю, что ты стесняешься по квесту. Но все-таки. Что-то у нас с вами, да? Так, 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 так. Да. Грустно. У человека тут ничего не срослось суда по всему. Не мешайте мне, пожалуйста. Да. Ну, да. Сочувствую, дружище. Девушка не из таких, видимо, которая откликается на чувства. Не любит она скромных парней. Ну, ее право, в общем-то. Так, ну что ж, хорошо. Дальше у нас с вами еще какой-то квест. Но, насколько я понимаю, немножечко не здесь. Потому что я немножечко не туда бегу. Давайте еще раз слопаем свиток ускорения. Что у нас тут? За квест. Мешок зерна сприков. А, тут у нас с вами что-то сюжетное. Сюжетное надо как раз выполнить. Да, красиво. Лес. Я бы туда забежал. Я бы там попрыгал. Прямо как в фильме Аватар. Вот что-то похоже. Но, конечно, мы с вами туда не попадем. Это всего лишь задник. То есть, текстурка. Обычная. Нефункциональная. Так, замечательно. Давай-давай, собираем в мешочек. Кстати, в локации эликов вот этот мешочек убрали. Их больше там не надо собирать, по-моему. Ну, по крайней мере, если вы не берете побочный квест. Вот, а здесь все еще нужно у асмов. Кстати, о птичках. Вы не сможете создать персонажа Аватара. Это я так, знаете, так вернусь немножко назад в темах, да. Если вы хотите создать аватар, ну, скажем так, персонажа Аватара, то для этого вам нужно иметь на аккаунте персонажа с уровнем 10 или выше. Поэтому, собственно, вот вы и видели, что у меня сейчас здесь есть там ган с уровнем 10. На самом деле я просто взял его, раскачал, ну, потому что он быстро достаточно раскачивается. Это тоже довольно высокая атака у гана. Поэтому я его взял и быстренько поднял до 10 уровня вчера, именно для того, чтобы создать просто себе персонажа-целителя. После этого вы можете спокойно выкинуть персонажа, который вам не нужен. Которого вы, например, раскачивали, ну, просто чтобы было там до 10 уровня. Если нужно, конечно, оставляйте. Таких вопросов. Главное, Аватара случайно не выкиньте. Поэтому, елки-палки, друзья мои, три раза подумайте, даже семь раз подумайте, прежде чем создавать Аватара. То есть, какого класса вы будете его делать. И, кроме всего прочего, не только класс, но и... Да-да, зловещий смех за кадром. Ну и когда будете там из сундучков выбирать то, что взять, то есть там оружие, там, я не знаю, оборудование всякое, обмундирование точнее. Вот, все, что это будете брать, обязательно думайте, что берете. Потому что там можно ошибетесь один разочек. Все, другого сундучка вам никто не даст. Придется, как и мне, заводить новый аккаунт. Так. Отдаем здесь что-нибудь. Выполняем, в общем-то, квест. Здесь выполняем квест. И, я так понимаю, уже следующий уровень получаем, да? Нет? Да. Кстати, у жреца благословений каждые пять уровней или десять примерно, вот, не забывайте брать вот этот квест. Процветание. Он вам будет выдавать дополнительно кучу свитков, которые как раз вам очень сильно пригодятся, да? То есть это побегушки там, исцеляшки ваши, то есть все, что в целом необходимо молодому и растущему организму. Да-да-да. Так, хорошо, давайте сделаем так. Это вот так. На самом деле банки с маном нам с вами вообще не понадобятся, скорее всего, потому что мы, мы же бард, мы же крутые. Но все-таки пусть будет. Так, передаем вот это все и получаем уровень, какой там уровень? Уровень шесть, тем временем. А большое количество квестов у нас с вами открыто. Наша с вами задача, естественно, взять уровень девятый, опять же, напоминаю. И немедленно после, да что, пусть все не прогружены, ты засранцы, а? Ну да ладно. Так, летать пока что нельзя, разумеется. Кстати, можно уже в целом получить волшебную сделку использовать. В целом мы сейчас с вами уже потихонечку... Сколько времени прошло? Воу, прилично так. Да. Сейчас мы с вами в целом будем уже потихонечку заканчивать, поэтому, наверное, даже можно воспользоваться этим делем, потому что оно через 24 часа пропадет, а мне еще монтировать этот ролик. Сейчас, кстати, друзья, кому, может быть, вдруг внезапно кому-то интересны технические подробности, но сейчас стало монтировать гораздо сложнее, мне конкретно, потому что, во-первых, ролики увеличились по своему объему, просто потому что разрешение стало 2К, то есть 1440p, а, соответственно, весить стали ролики больше. Кроме того, мне приходится их перекодировать. Помните, если на двух предыдущих роликах у меня была проблема с рассинхронным звуком? Так вот эта проблема идет, на самом деле, в этом видео ShadowPlay, которое, зараза, пишет... Ну, опять же, может быть, кому-то нужна будет эта информация, может, кто-то досюда дослушает и услышит эту полезную для себя информацию, я в чем сильно сомневаюсь, но я хотя бы для себя оставлю. ShadowPlay, когда попадает в программульный тип Adobe Premiere, в который я монтирую, в общем-то, если туда попадает видео, записанное ShadowPlay NVIDIA, если у вас карточка NVIDIA, то он может через нее писать, напоминаю, она практически не сжирает FPS-ки. Удобная штука, но она пишет variable bitrate, то есть у нее bitrate, к сожалению, когда вы указываете там в настройках, там 50 мегабит в секунду, там я пишу на 50, или, например, там, я не знаю, 30 мегабит в секунду, да неважно сколько, это на самом деле то ли максимальный, то ли усреденный bitrate, скорее всего, максимальный bitrate, с которым она будет записывать. Если же вы предполагаете, что это статический bitrate, на самом деле нет, то есть это не constant bitrate, а variable bitrate, вариативно, то есть он на самом деле изменяется там, то есть когда у вас, например, картинка вообще не меняется, допустим, вы вот уперлись так вот вниз в пол, в пол, да, и ничего на крайне не происходит, то bitrate падает, там, автоматически, когда картинка начинает сильно меняться, там, двигаться, bitrate повышается. Это делается автоматически, и это не настраивается, к сожалению, в NVIDIA ShadowPlay. А Premiere, он, зараза, не умеет работать с variable bitrate, он очень не любит, поэтому изначально, после записи каждого ролика, сейчас мне приходится его сначала переконвертировать в constant bitrate. Занимает это примерно столько же времени, сколько и рендер настоящего ролика, то есть, словно говоря, вот у меня сейчас этот ролик будет весить, ну, весить, неважно, на самом деле, по длительности он будет занимать примерно полтора часа, наверное. Рендер, точнее, его перекодирование будет занимать, ну, в районе, в районе восьми часов, то есть просто я поставлю это восемь часов, у меня компьютер будет там под сто процентов загружен, процессор, и он будет производить перекодировку. и после того, как я это все перекодирую, мне нужно будет еще смонтировать, и, собственно, запустить непосредственно выпуск конкретного ролика, то есть, там уже заставка, там со всеми правочками, может быть, по звуку и так далее. И это уже будет занимать еще дополнительно тоже примерно 8-10 часов, то есть, суммарно сейчас каждый ролик, просто на то, чтобы его смонтировать и выпустить, каждый такой ролик будет занимать в районе 18-16, иногда, в редких случаях, 20 часов, когда ролики достаточно длинные. Вот такие дела, друзья. Так что, несмотря на то, что и сам монтаж, скажем, по времени занимает много, и просто смонтировать, там, ручками, там, все подредактировать, там, звук подредактировать, там, может быть, в видео что-то вырезать, левое, да, если что-то попало, нежелаемое, нежелательное в видео, или какие-то фрезы происходят, это все занимает, там, часик-два. Короче, один ролик – это одни сутки рабочие. Сутки именно, не день и рабочие, а рабочие сутки. С учетом того, что компьютер во время монтажа, он, соответственно, на 100% загружен, я его использовать не могу. Это не считая того, что сейчас у меня три работы, да, не две, а уже три, поэтому времени категорически нет, 24 на 7 загрузка, я практически не сплю, поэтому, в общем-то, ролики, друзья мои, выходят достаточно редко. А уж, коль у нас с вами сейчас еще и Айон добавился эпизодически, то, ну, мало не покажется, что называется. Но я, естественно, постараюсь выпускать для вас как можно чаще ролики. Я все равно, на самом деле, стараюсь их делать как можно чаще, потому что все же для вас, друзья. Все же для вас. То есть, все для вас делается. Я с этих роликов исключительно не имею ничего, кроме того, что... Мне приятно, что они вам нравятся. Не более того. Так, давайте тут сбор древесной смолы тоже возьмем. Изъявим желание помочь. Кто опаснее? Ну, я знаю. Наверное, минута опаснее. Кого выберите, того и будете убивать, в общем-то. Так, здесь тоже берем. Здесь берем все квесты, берем, друзья. Все будем выполнять. Все, кроме повторяемых. Да. И, собственно, заканчивать наш с вами раскачку. Мы на сегодня будем именно на этом уровне. И заканчивать уже будем ее до девятого. Доканчиваться уже в следующий, друзья мои, раз. Вот так вот. Так что, наверное, давайте, кстати, на этом же сейчас и остановимся. Только единственное, что нам с вами сейчас нужно взять в следующий уровень. Еще какой-то квест. Да, согласимся. Нужно взять следующий уровень и... Один, кстати, забыл надеть. Взять следующий уровень, применить наше с вами снадобье. Великое и ужасное. Сейчас мы с вами быстро, на самом деле, уровень наберем, поскольку, опять же, с бонусом это легко делается. Вот. Уровень сразу применяем снадобье. А, только в кубе можно использовать. Окей. Применяем. Т-дыц. Получаем 20% опыта. Далее убираем оружку. Посмотрим, что тут у нас с вами. Мелодия боя. Это отдельный скилл, да? Да, это заряжаемый скилл. С него обычно стоит начинать. Насколько я помню. Хотя я уже на самом деле забыл, с чего стоит начинать. Но он заряжаемый, поэтому ему лучше быть самым первым. То есть он вот трехэтапный, да? Раз, два, три. И вот шмяк. Ну и, в общем-то, хороший достаточно урон наносится. Все, друзья. Давайте на этом будем на сегодня раз заканчивать. Ролики по Йону, еще раз напомню, друзья, может, кто не услышал, напомню еще раз. Ролики по Йону будут выходить эпизодически, потому что остальные проекты остаются в приоритете. Тем не менее, направление раскачки будет всегда одинаково. Мы с вами просто будем раскачивать нашего барда, делать все квесты и обсуждать что-нибудь, что будет в процессе. Что вижу, то пою, как обычно. Благодарю вас, друзья, за просмотр. Надеюсь, вам продолжает нравиться наш летсплей. Обязательно забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски по Йону теперь уже, да, и по другим играм в том числе. Обязательно ставьте ваш мотивирующий лайк, друзья. Все для вас. Пишите ваши вопросы и комментарии. И до новых встреч на канале Deadline.ru.